привет друзья вы смотрите канал успешная эмиграция с еленой вивас давайте сегодня поговорим о самом насущном о том как быть успешным в эмиграции под как подготовить себя к эмиграции чтобы потом не было мучительно больно зазря прожитые годы в эмиграции зазря потраченное время деньги и так далее итак как нужно себя подготовить к эмиграции и как делать эти самые важные ответственные первые шаги в эмиграции чтобы потом наслаждаться жизнью наслаждаться комфортом который вы получили в результате этой эмиграции и просто элементарно быть успешным самое главное самое первое на что нужно обратить внимание это правильно подобрать программу вашей эмиграции то есть если вы уже выбрали страну для эмиграции как ее выбрать смотрите у меня будет следующее видео а если вы уже выбрали страну то первый вопрос который у вас встает это как получить документы как получить вид на жительство как легализоваться в этой стране вот это самый главный вопрос потому что без решения этого вопроса все остальное она уходит абсолютно на задний план а как узнать по каким программам можно эмигрировать в ту или иную страну конечно самое простое это задать вопрос где-нибудь в соцсетях но я вам не рекомендую этого делать более правильный подход это зайти на сайт посольство этой страны вашей стране или на сайт министерства иностранных дел той страны в которую вы собрались эмигрировать и там самостоятельно изучить все вопросы связанные с получением резиденции в этой стране я вообще всегда за то чтобы будущий эмигрант все делал самостоятельно иначе можно просто вляпаться в такую ситуацию что потом мало вам не покажется у меня был такой случай наверное один из самых так скажем черных случаев когда ко мне обратилась семья у которой девочка училась у нас здесь на севере испании вот и у них были подозрения о том как им помогает их родственница здесь давно проживающие и когда я начала раскапывать все подробности то это меня просто повергло в шок я первый день не могла поверить а те для кого это делала не наверное еще недели две не могли поверить потому что у них дочка жила а в испании по поддельной резиденции просто отпечатанной на ксероксе вот такие бывают помогайки которых очень много можно найти в сети и особо печально что это была их родственница там двоюродная или троюродная сестра этой девочки это вообще ужасно да конечно вы здесь можете меня спросить лена но а ты тогда кто нет я не погам не помогай-ка я за вас ничего не делаю моя работа это коучинг а я вас вдохновляю и направляю в нужное место а уже делать вы будете сами вот когда вы научитесь все это делать сами особенно а в новой незнакомой для вас ситуации то и успех в иммиграции к вам придет намного быстрее итак первый вопрос это решить каким путем вы будете легализоваться в новой стране второй вопрос не менее насущный то есть вот три кита без которых вот вообще невозможно говорить об успешной иммиграции вот второй вопрос это конечно же вопрос языка если вы выбрали уже страну для иммиграции начинайте учить язык той страны в которую вы собрались иммигрировать прямо сейчас не откладывайте это на тот момент когда вы приедете в страну ну как бы глупо думать что а в новой стране кто-то будет с вами говорить по-русски по-русски с вами будут говорить только в россии другая ошибка считает что а у меня прекрасный английский и все будет ля-ля-фа ля-ля-фа у вас будет в тех странах где английский язык является родным но есть несколько стран исключений там типа швеции например или в голландии где 70 процентов населения тоже говорит или понимает английский язык и более менее можно на первом этапе выжить опять же на первом этапе то что 70 процентов у меня сейчас сын живет в швеции и он начал интенсивно учить шведский хотя английский у него на прекрасном уровне у него удаленная работа и вроде как бы ему казалось шведский не нужен но нет даже были случаи пошел в парикмахерскую но не говорит стилист на английском языке правда был у нас очень интересный случай когда мы с ним пришли на рынок и хотели купить местных мармеладов у бабушки бабушка была из глухой деревне но при этом она говорила по-английски нам в тот раз повезло большая же часть населения там стоявшего на рынке и с другими вкусняхами которые мы себе покупали на английском не говорили ну это же нормально да представьте ситуацию в россии прийти на рынок бабушки купить картошки чтобы она вам отвечала на английском языке ну нелепая ситуация то же самое в других странах поэтому если вы едете в бразилию учите португальский бразильский язык собрались вы в германию учите немецкий язык и так далее по списку английский да он вам будет в помощь вообще как бы всегда везде в помощь но без языка на котором говорит основное население страны говорить об успешной миграции невозможно особенно если вы собираетесь там искать работу бывают такие случаи до смешного ну я знаю английский у меня диплом медика но окей вы бы в россии пошли к доктору который говорит только на английском языке не понимает ваш родной язык нет конечно то же самое и в других странах и с любой абсолютно другой профессии если вы намереваетесь в новой стране проживания искать работу то будьте добры учить язык причем на достаточно приличном уровне и еще раз повторюсь начинайте это делать сегодня потому что есть такое еще расхожее мнение от которой который меня вот честно всегда удивляет дача его буду учить я приеду в страну погружусь в атмосферу и заговорю хрена ли вы заговорите ну вот пришли вы в бар там общаются люди между собой нот я в испании да вот примеру на испанском языке если бы я не знала язык как бы я поняла о чем они говорят как я им смогу ответить что-то если во первых я не понимаю о чем они говорят во вторых у меня нет словарного запаса но никак и никто с вами здесь носиться не будет разжевывать вам там это там пальто объяснять это там курточка это то это вот чайок это будет так звучать людям будет с вами просто не интересно общаться и если вы считаете что вы гении немножко их послушайте поймите о чем они говорят ну проведите абсолютно такой простой эксперимент дома в течение недели смотрите какие-нибудь видосики фильмы слушайте песни на языке той страны в которую вы собрались эмигрировать но та же самая ситуация правильно и если вы через неделю начнете понимать язык ну окей да среди нас есть гении которые на слуха могут выучить язык но таких людей я не знаю но процентов 5 если вы относитесь к этому проценту ну и замечательно если же нет вы относитесь к большинству 95 процентам населения которым нужно учить язык поэтому начинайте его учить сегодня сейчас не откладывая это в дальний ящик и да еще одно как бы такой нюанс связаны с тем что люди которые учат язык на улице в общении окей вы понимаете язык на слух и вы можете говорить но вы будете писать с большими ошибками если вы не знаете орфографии этого языка поэтому от изучения языка никуда не деться и лучше ехать уже в страну а значит большой базой вашего словарного запаса по прибытию в страну лучше будете оттачивать свои навыки говорения строить фразы общаться понимать на слух и так далее да конечно можно всегда воспользоваться переводчиком нанимать переводчиков которые вам будут помогать на первом этапе но это такая медвежья услуга я сама с таким столкнулась когда я только приехал в испанию в принципе я перед этим несколько лет уже учила язык таким попеременным успехом ну по крайней мере словарный запас у меня был большой я умела строить фразы предложения склонять глагол и даже могла один из самых сложных вопросов изучения испанского языка но ко мне там через неделю прилипла одна подружка которая везде за мной бегала и не давала мне открыть рот сразу за меня все переводила мне и так далее и вот год наверное она была возле меня и этот год я молчала я молчала и говорила только в своей семье и только она от меня отлипла я не просто заговорила через неделю наверное да если не быстрее я еще и уже могла свободно переводить возила туры на виноградниках и на виноградники и вполне легко переводила то о чем мне там говорили рассказывали могла это все перевести без каких-либо проблем поэтому язык язык и еще раз язык и третий вопрос который обязателен в эмиграции это ваша собственная экономика если в господи то сзади кто ли стоят курят марихуаны запахла свободная страна испании место где я узнала как пахнет травка вот кто-то активно рядом со мной сейчас курит потянул аромат марихуаны третий самый главный вопрос который нужно решить желательно еще перед началом эмиграции это ваша собственная экономика если у вас есть постоянный доход на родине и вам не нужно беспокоиться о заработках окей тогда вы этот вопрос опускаете а он потому что у вас уже решен если же у вас нет постоянного дохода из россии не знаю ли там онлайн дохода вот то это то о чем нужно подумать еще перед тем как вы соберете чемодан и купите билет на самолет вы должны четко понимать как вы будете зарабатывать в новой стране иногда люди думают а у меня такая классная профессия я например там логистом работаю приеду в новую страну и буду продолжать работать по этой же специальности до будете если вы в совершенстве знаете язык то есть мы теперь возвращаемся туда вверх к пункту номер два учить язык отлично а если у вас язык на высоком уровне вы вполне можете устроиться но для меня иммиграция показала совершенно раскрыла другие возможности иммиграция дает огромное поле для реализации вашей мечты для того чтобы открыть свой бизнес для того чтобы какая какое-то ваше хобби ваше увлечение стало приносить вам доход ведь нет или счастья да когда не нужно идти на работу когда вообще слова работа употреблять не нужно а когда именно ваше хобби ваше увлечение приносит вам доход вот на своем примере скажу я вообще когда ехала в иммиграцию я кстати да подготовила в россии платформу такой мой будущий бизнес на котором я планировала там мне нужно было еще как я считала два-три месяца и я начну зарабатывать онлайн на этом но судьба сложилась иначе с первых же дней по приезду в новую страну я начала много путешествовать путешествовала каждый день и меня это вдохновляло на то чтобы я об этом делилась с другими так возник быстро мой блок о севере испании и люди потянулись ко мне люди начали читать меня и я стала приглашать людей в свои путешествия выучилась набралась базы разработала свои маршруты и уже где-то наверное до через полгода у меня были мои первые туристы которых я влюбляла в тот регион который я люблю а я сама по образованию географ в россии я практически не реализовалась в этой профессии я где-то там я не помню года два-три наверно проработала в частной школе учителем географии и в государственной школе там где давали участки на землю вот была хорошая оплата в начале девяностых за полгода работы получить земельный участок пол гектара почему бы было этим не воспользоваться а вот потом работала в частной школе но в девяностые годы как бы невозможно было дальше оставаться в профессии я из нее ушла была все время в бизнесе обрела навыки ведения бизнеса и когда я приехала в испанию я смогла себя реализовать и как бизнесмен и реализоваться в своей профессии поскольку я и в юношестве студенческие годы очень много путешествовала и вот теперь я постоянно в путешествии практически каждый день а в пути со своими туристами ли своими родственниками ли своими друзьями но на месте как я говорю смерть меня не застанет вот испания мне помогла себя реализовать и если бы у меня было больше времени я вижу очень много того интересного куда бы могла я вложить свою силу энергии знаний получать от этого доход несмотря на то что вокруг много тех иммигрантов которые ну и мне говорили господи лена да на севере испании да какие там русские туристы это пагубное дело мы тут живем по 20 лет не видели русских туристов какие вы не видели у меня бывает по шесть месяцев нет ни одного выходного все зависит от вас главное любить свою работу и научите людей влюблять в плоды своего труда и тогда у вас все будет замечательно и вы будете наслаждаться жизнью потому что но это самое главное в нашей жизни уметь ей наслаждаться вот как я сейчас сижу на террасе которая находится на берегу океана а это терраса ресторана карла саргиняна карла саргиняна это один из самых известных телеповаров испании но жизнь удалась да и сейчас я с вами чаек попиваю потом закончу записывать а это видео и еду с друзьями уже есть наши баски и чулетоны наши говяжьи стейки очень уважаю это дело нужно пользоваться момента пока она совсем не закрыли вот поэтому продумывайте заранее решайте думайте о своих мечтах которые у вас возможно даже с детства сидят где-то там вот и вы не знаете как подступить к тому или иному вопросу и возможно иммиграция вам поможет решить эти ваши мечты сделав их прибыльным бизнесом следующий вопрос а вытекающие из 3 4 это финансовое самообеспечение даже если вы приехали в новую страну с приличной суммой денег поставьте себе первоочередную цель выйти на уровень самообеспечения через месяц вы уже должны начать зарабатывать а те деньги которые вы привезли с собой лучше если вы их положите на счет в банке или пчелок под матрас у каждого свои методы хранения денег и не будете тратить эту сумму потому что потратить ее очень можно быстро легко потому что вы окунетесь совершенно в другой мир у вас здесь будет очень много разных соблазнов на которые захочется потратить деньги и та сумма которая первоначально вам казалось что хватит на год она может исчезнуть через два три четыре месяца а доходов нет поэтому если вы хотите продолжить в новой стране работать по своей специальности но вам например нужно амолгировать диплом или вам нужно под натаскать свой язык усовершенствовать его прежде чем поступить на работу беритесь за любую работу идите бар не знаю если возьмут вас официантом с вашим уровнем языка это вообще считайте замечательно вам повезло поскольку это будет огромнейшая практика языка дети мойте посуду я не знаю ну на любую черную работу устраивайтесь но зарабатывайте деньги хотя бы ту сумму которая вам необходимо для прожиточного минимума в новой стране а ту сумму которую вы привезли вы потом потратите на более глобальные вопросы например для открытия своего бизнеса для первого взноса ипотеки чтобы купить недвижимость ну или возможно этой суммы вам хватит чтобы купить недвижимость и отсюда кстати следующий пункт о котором очень хочется мне сказать пятый пункт это если вы приехали в новую страну сразу же не вкладывайте деньги в недвижимость подождите полгода год немножко вы должны освоиться в этой стране вы должны сами понять даже если вот вы выбрали какой-то город приехали в него и вам он нравится то пока вы сами не поймете да тот район в котором вам хотелось бы жить ни один риэлтор за вас не должен это решать а это должно быть ваше личное понимание иногда бывает так что страна его а город не его это кстати уже на моем личном опыте очень часто у меня встречаются туристы которые имеют недвижку где-нибудь например в каталонии в бразилии да то где очень много селится русских ну потому что много рекламы риэлторы классные там какие-то порекомендовали варианты люди приезжают до этого даже не видев иногда они города ничего другого покупают но это худший вариант лучший вариант конечно если они уже до этого были там им понравилось они купили а потом они приезжают ко мне на севере испании и видят что испания она настолько разная она здесь у нас абсолютно другая влюбляются в этот регион и господи ну почему почему мы сначала не попутешествовали а потом не подумали о том где лучше приобрести недвижимость то есть это вот абсолютно с моего личного опыта опыта общения с мигрантами а здесь дело в том что купить это всегда легко продать намного сложнее и зачастую при этом даже вы будете терять в деньгах да конечно если это не ваши последние деньги окей не проблема купили даже ее можно потом не продавать эту недвижимость сдавать получать дополнительный доход а самим потом попутешествовав по стране купить дом или квартиру особняк там где вам понравится без проблем когда вы финансово не ограничены но если это ваша единственная сумма и сумма впритык то не стоит тратить сразу эти деньги на покупку жилья здесь конечно возникнут некоторые возражения а зачем снимать жилье и тратить на аренду деньги окей тогда на чашу весов поставьте деньги которые вы заплатите за аренду и типа вы их потеряете и деньги которые вы вложите в недвижимость и эта недвижимость вам не понравится вы вынуждены будете потом ее а продавать теряя при этом немаленькие деньги потому что нужно платить налоги риэлтором и так далее и тому подобное вот и все и отсюда делайте вывод где вы больше потеряете поэтому я всегда рекомендую потратьте первый год на то что вы будете арендовать жилье знакомиться со страной знакомиться элементарно хотя бы с городом или с регионом потому что все равно в новой стране все не так как вы ожидали вы должны это понимать что ожидание и реальность они зачастую разные и только от вас зависит чтобы вам было комфортно чтоб как можно было меньше разочарований и как можно больше успехов давайте перейдем к следующим пунктам тоже поговорим о том как выбрать регион нужно выбирать регион для жизни в стране не там где дешевая аренда а там где вы найдете работу это прежде всего конечно касается тех кто будет искать работу потому что это тоже одна из таких частых ошибок вот у нас испании она абсолютно разная до уровень доходов по стране абсолютно разные зависит от регионов и причем он разнится в разы и частая ошибка то что будущие мигранты начинающие мигранты они выбирают для своего проживания более дешевые регионы там турвьеха бенедорм аликанты где аренда она стоит там можно и за 300 евро наверно снять квартиры а у нас например где я живу в стране басков за 300 вы даже комнату не снимите аренда на комнаты начинается от 400 евро а квартиры в деревнях от 1000 евро да если мы говорим о более-менее больших городах то это еще дороже а вот и естественно когда люди смотрят на вот эти вот ценники по аренде они выбирают более дешевый регион едут туда а им нужна работа и сталкивается с тем что но не просто так в регионе дешевое жилье я не хочу ничего сказать плохого об этих регионах типа аликанты венедорм не стори въеха да там можно найти дешевое жилье да там прекрасная погода но это если вы не ищете себе работу или у вас какая-то онлайн работа онлайн доход то есть вам не нужно искать работу на месте отлично вы можете поехать туда где дешевая арета но если же вы вынуждены искать работу то регион нужно выбирать там где есть работа да ну возьмем к примеру мадрид аренда зашкаливает но ведь там и у вас намного больше возможности потому что город миллионник все финансы у нас в основном находятся в мадриде или там взять также барселона то же самое до аренда зашкаливает но это города мегаполисы где очень большой ресурс для вашего развития поэтому этот фактор обязательно нужно учитывать не ориентируйтесь только на дешевое жилье и на дешевые помидоры на рынке иначе вскоре и помидоры эти вам будут невкусны следующий пункт седьмой пункт это на один из таких спорных но то что я всегда рекомендую обрубите все концы на родине а у вас не должно быть запасного аэродрома это очень стимулирует шевелить своими булками потому что часто можно наблюдать людей которые приехали в миграцию но при этом не знает что у них на родине остался дом квартира и если у них что-либо не получилось они в любой момент могут вернуться к себе а домой свою привычную среду и с чем мы здесь сталкиваемся то есть самое маленькое препятствие которое у вас возникает в процессе иммиграции у вас здесь воду будет постоянно свербить то не так это не тогда вернусь я домой там все привычно конечно и выходить из зоны комфорта но очень тяжело и вот это вот как жопа на диван да все время тянется также и вы будете постоянно тянуться домой если у вас там осталось то куда вы можете приехать и опять начать прежнюю жизнь а вот когда все аэродромы сожжены мосты разрушены то вы четко понимаете что отхода у вас пути отхода нет нужно активнее шевелить булками нужно думать продвигаться вперед ведь мы так устроены что в процессе стресса мы более активны и так вы сможете быстрее найти и реализовать себя так что это вам мой совет продайте все жилье которое у вас есть в россии деньги привезите с собой на первом этапе никуда их не вкладывайте и потом посмотрите уже через год там через полтора через два это уже на ваше усмотрение что делать с этими деньгами и тогда все будет лучше и успешнее у вас получаться в эмиграции так мы созданы следующий вопрос 8 вопрос это халява халява такое вот сладкая для русского уха слова халява на самом деле это путь в никуда что я здесь имею ввиду иногда эмигранты для себя подбирают страну в которой они рассчитывают что будут жить на те пособия которые платят эмигрантам в этой стране ну и скажите мне пожалуйста для чего тогда эмигрировать вы будете всегда находиться на одном и том же уровне у вас не будет никакого развития будете там сидеть на эти копейки никогда вы ни на одно пособие не сможете жить полноценной жизнью и удовлетворять все свои хотелки поскольку это вам может дать только если вы будете развиваться вы будете зарабатывать стремиться к чему-то большему лучшему и так далее и еще один вопрос халявы это часто бывает у наших барышин которые считают что если они удачно вышли замуж за границей за импортного принца той жизни у них удалось а потом звонят пишут пишут на форумах он оказался такой козел меня выгнал из дома приютите меня у меня нет ни копейки денег даже так вот даже если вы очень удачно вышли замуж как вам кажется имейте свою подушку безопасности работайте работайте хотя бы на полставки во первых это вам будет помогать постоянно совершенствовать язык это вам поможет обзавестись новыми друзьями это вам поможет скопить экономическую подушку безопасности в случае чего конечно же когда мы влюбляемся эти розовые очки все любовь до гроба жизнь удалась я королева очень часто это не только в эмиграции так кстати где бы вы ни жили даже на родине это то о чем нужно думать что жизнь иногда подносит абсолютно разные нам сюрпризы и к ним всегда нужно быть готовым халява еще раз повторюсь это путь в никуда девятый вопрос один из моих самых любимых советов никогда перед эмиграции не читайте блоги русских не блоги как называется ну там всякие группы в соцсетях наших русских иммигрантов в других странах потому что люди которые заняты делом они в этих группах не сидят они наслаждаются жизнью зачастую в этих группах сидят неудачники которые не знают куда выплеснуть весь свой негатив которые не знают чем себя занять кроме как вот сидеть в этих группах и писать гадости когда я как бы собиралась в миграцию 10 лет назад слава богу таких групп не существовало поэтому я не знала как хреново в испании какие здесь все козлы и ленивые я об этом не знала я не знала что вы испанцы все жадные бедные что в испании летом жарко зимой холодно не знаю что там еще пишут что в испании есть нечего здесь пластмассовый помидор в общем жесть прочитать можно что угодно если вот сейчас вы вообще зададите вопрос хочу эмигрировать в испанию и дальше что угодно можете писать вот первые вопросы вам да куда ты прешься она вам надо вообще в эмиграции нужно ориентироваться только на позитив настраивается на позитив себя настраивать на то что когда вы приедете страну у вас начнется ну это как между мужчиной и женщиной букет на конфетный период но это же так классно вы хотите чтобы у вас когда вы начинаете отношения с каким-то мужчиной вообще этого букет на конфетного периода не было то есть вы заранее о нем что-то узнаете у своих там знакомых у его знакомых и так далее но нафига это вам надо вы едете в страну вы едете в новую в лучшую для себя жизнь как вы для себя это уже определили так вот пусть эта жизнь в новой стране у вас начинается с конфетно-букетного романа периода и пусть этот период период эйфории продолжается как можно дольше я уже живу 10 лет в испании я до сих пор хожу в розовых очках у меня до сих пор продолжается этот конфетно-букетный роман конфетно-букетный период и я никому не позволю его разрушить да я иногда на такие форумы а захожу но потому что мне нужно по работе да там рассказать о том какой я офигенный гид чтобы об этом знали и другие поэтому на такие формы я заглядываю так бы с роду бы я в них а не заглядывал а потому что кроме негатива вы там ничего не найдете зачем оно вам надо вот у меня сын сейчас переехал жить в швецию он зашел на форум русских швеции там один день полистал и сказал да нафига она мне нужно и сейчас если ему нужна какая-то информация о жизни местной но во первых это всегда есть официальные источники но он заходил в группы испанцев в швеции по заходил в группы латиносов в швеции поскольку как бы тоже из по общение на испанском языке до что ему как бы позволяет получать какую-либо информацию об этой стране но это просто такие группы в которых никогда нет негатива не нужно говорить что это не негатив это реалии жизни это реалии жизни тех кто об этом пишет а зачем вам чужие реалии жизни создайте свои положительные реалии этой жизни все зависит от вас жизнь должна быть в кайф вот когда нет жизни в кайф то даже по барабану где вы живете там на родине там к бабушке в деревню приехали или эмигрировали в новую страну огораживайте себя от негатива но это не означает да что вы совсем не должны общаться с русскими в новой стране но просто огородите этот крут общение обзаведитесь друзьями с кем вы там можете поностальгировать пойти там не знаю кваса попить вместе нарубить тазик оливье раз в месяц или там по выходным выйти вот на такую тоже красивую террасу где-нибудь и а вместе попить вина вспомнить свое детство и так далее но люди должны быть положительными и вообще друзей нужно выбирать не по месту их происхождению на новом месте нам когда вы приехали в новую страну выбирайте друзей по интересам без разницы где они родились в том же городе в том же в той же стране что и вы или вообще там живете например в германии уже дружите с бразильянкой или там человеком из эквадора и там из египта и так далее главное чтобы вам было интересно и чтобы вы от этого общения получали позитив ну и отсюда опять же вытекает следующий десятый пункт это отходите от людей которые забирают вас лишнюю энергию от людей которые будут вас куда-то там тянуть своим негативом на дно и так далее да то есть одно вытекает из другого она вам абсолютно не нужно только люди которые будут вас тянуть вверх только люди которые а будут рады каждому вашему успеху и так далее только полный позитив 11 пункт в чужой монастырь не ходят со своим уставом не забывайте что когда вы эмигрируете это ваш личный выбор и вы приезжаете в страну а вы вливаетесь в эту культуру они вас пригласили и чтобы вы давали советы как им жить вот это тоже одна из самых главных ошибок наших иммигрантов которые приезжают в страну заранее не ознакомившись с историей с культурой этой страны это кстати очень важно потому что история дает очень много понимания того что в этой стране происходит сегодня и сейчас поэтому изучить историю изучить культуру почитать классику этой страны это вам даст очень намного даже больше понимания чем общение с теми же там нашими эмигрантами которые там живут поэтому а когда вы приехали в новую страну больше общайтесь с местными чтобы понять менталитет чтобы впитать что такое и хорошо и что такое плохо а в понимании местных жителей и это очень вам облегчит жизнь сейчас я подсматриваю немножко потому что мыслью немножко у меня уходит в сторону там океан постоянно и вижу за мной в экране очень куда хочется прогуляться вот если вы когда приехали в новую страну не будете сравнивать ее со своей родиной это вам намного проще поможет ассимилировать ассимилироваться быстрее в этой стране и тогда у вас не будет возникать вопросов почему на каждый чих не принято вызывать а скорую не будут вас удивлять улыбки улыбки доброжелательные улыбки про которые некоторые пишут это натянутые улыбки больше похожие на скал нет это их доброжелательные улыбки так принято практически во всем мире улыбаться людям нести им свой позитив у вас тогда не возникнет вопросов почему а в европе в любой стану стране европы в квартирах зимой 16 градусов они 30 как мы привыкли минус 30 на улице плюс 30 квартир другое отношение к экономике другое отношение к экологии это нужно тоже понимать что здесь нет ну это как пример говорю да там нет своих ресурсов нефти газа поэтому да это может быть дороже чем у вас на родине но и есть ведь и другие плюшки вот ищите для себя эти плюшки ищите те преимущества и акцентируйтесь на них они на том что дома гречка была более вкусная коричневая у этих гадов она зеленая и невкусная ну потому что они гречку едят и так как тоже пример говорю для как продукт полезные до для здоровья они потому что и с детства мама этой гречкой кормила вот и все то есть полностью покрушайте себя в реалии этой жизни и впитывайте культуру местных будьте такими же как они тогда очень быстро вы сможете об этой стране говорить а у нас в германии там а у нас в дюссельдорфе они проживая в гарм в германии говорить у них там в германии то-то то-то и то-то вот когда вы на чем быстрее вы начнете говорить вот это слово а у нас считайте что половина успеха в эмиграции вам обеспечена то есть вы впитали в себя эту страну вы ее приняли а соответственно и она примет вас если же у вас что там на этом этапе не получается обращайтесь ко мне пообщаемся и решим ваши проблемы и последний пункт которым не хотелось бы сказать что когда вы когда вы проживаете в каком-либо сегменте страны то это не все ваши знания о стране это всего лишь ваш сегмент знаний об этой стране это опять же вытекает из того что когда вы ищете о стране информацию на каких-либо формах то можете услышать а у нас там я не знаю ну вот пример окей вот этот вот пример недавно я разместила на фейсбуке пост о самом дорогом деликатесе испании да о мальках у угря который стоит на рынке 1200 евро за килограмм и посыпались комментарии да кто там в испании себе это может позволить да испанцы они там больше пяти евро они платят ни за что кто не платит ваше окружение поки мое окружение платит моем окружении есть люди которые этот деликатес едят раз в неделю в моем окружении есть а люди хозяева хозяин средневекового замка маркиза также есть один из близких друзей нашего пенсионера хуана карлоса первого короля испании а у которого вот король-то наш отдыхает часто и я часто к нему езжу отдыхаю до арманьяк 50-летней выдержки пьем и из одной бочке это мое окружение которое для себя создала я спокойно могу даже без предварительной записи прийти в кабинет мэра города обсудить свои какие-то рабочие вопросы советником по туризму захожу в гости созваниваемся вместе ходим в бары рестораны практически по всему северу испании да я здесь такая подвижная работа на промежутке тысячи километров побережья это мое окружение которое я захотела для себя создать я его создала для себя опять же благодаря своим так скажем предпринимательским навыкам благодаря своей работе которую я строю в том русле в котором я хочу его строить а не то как мне кто-то пытается навязать вот это я к чему к тому что опять же если вы будете читать все-таки не послушайте мой предыдущий пункт что не нужно читать форумы русских эмигрантов в соцсетях и будете их читать окей только помните о том что эти люди люди пишут о своем опыте и о своем окружении о том какое вы создадите окружение зависит только от вас даже если вы приехали например и у вас нет денег снимать квартиру в дорогом микрорайоне то хотя бы ходите в другие районы гуляйте по ним визуализируйте свою мечту что пройдет там год-два и вы сможете в этом районе купить квартиру или особняк или вам нравится вот это вот деревня в которой только очень дорогая недвижимость а потому что там она находится на берегу моря или там на берегу океана и тут же рядом горы и тут это это и то и все и пятое и десятое а денег у вас нет там купить жилье не нужно себя постоянно трамбовать тем что вот это вот только ваш уровень в которой вы приехали иммиграция на еще раз хочу повториться она тема хороша что вы можете более быстро реализовать себя на новом месте если правильно выбрали страну и если вы не не оглядываетесь на окружающих не слушайте чужой негатив будьте на позитиве будьте всегда на позитиве независимой от того в эмиграции вы или живете там где родились и даже не хотите эмигрировать только позитив правильный настрой а посыл всегда идти к лучшему посыл к тому чтобы мечтать и исполнять свои мечты только это вам поможет в вашей жизни знаете я лет 18 наверное услышала эту фразу которой я по жизни следую человек живет пока он мечтает а когда человек перестает мечтать он перестает жить и на себе я это полностью ощущаю поэтому мечтайте о лучшем стремитесь к лучшему и если у вас возник какие-либо вопросы по вашему успеху в эмиграции пишите мне и мы с вами поговорим на личной консультации всем хорошего дня и не грустите всем успешной эмиграции